Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале Запасные крылья. На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, укрепила мое здоровье, улучшила внешность, а также обо всем, что меня интересует. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь, чтобы жителей нашего чудесного, доброжелательного города стало как можно больше. Сейчас, дорогие друзья, в преддверии чудесного праздника Нового года моя жизнь заметно активизировалась. Завтра я еду в гости с новогодним визитом к друзьям, а 30 декабря ко мне в гости приедет с поздравлениями моя подруга. Я обожаю эти веселые хлопоты, но у меня совсем не остается времени, и именно в такие моменты я предпочитаю готовить мою полезную мультиеду по-простому. Например, в моем новом казане, ну или в мультиварке. Раньше я готовила всегда в мультиварке, а теперь, поскольку у меня два таких чудесных казана на 3 литра и на 5, то я, конечно, готовлю в них. Это очень удобно. И я сегодня решила приготовить мою типичную, вкусную, полезную мультиеду. Индейку с булгуром и овощами. И вы знаете, дорогие друзья, у меня не было сначала мысли о гавайской смеси. Просто эти ингредиенты как бы сами собой сложились в моем рецепте. А когда я начала готовить, я вдруг поняла, что я в сущности готовлю гавайскую смесь. И, кстати, сегодня, дорогие друзья, я решила приготовить булгур по всем правилам так, как положено. А положено его сначала слегка обжаривать на масле перед варкой. И я решила сразу убить двух зайцев, обжарить булгур и, наконец, опробовать масло канола. Оно у меня с лета стоит в холодильнике, а сейчас как раз у меня закончилось подсолнечное масло. И настал такой подходящий момент его, наконец, затестить. И я решила взять казан, потому что это суперудобно. Вот мои простые манипуляции, посмотрите. Вот, дорогие друзья, я в казане. Как же это удобно. Обжариваю лук. Видите, там незначительное количество вот этого канолового масла. И я сейчас обжарю лук слегка, чтобы он чуть-чуть стал золотистым, но хотя бы чуть-чуть. А потом уже я добавлю сюда индейку. Вот, посмотрите, как это каноловое масло выглядит. Вот так. Красивая. Смотрите, бутылка большая, полулитровая практически. Мне оно понравилось. Вот я сейчас жарю на нем, и никакого постороннего, знаете, запаха. Я чувствительна к таким запахам, знаете, неизвестным, непонятным. Но запах идет такой вкусный, хороший. И сейчас я пожарю лук. Чуть-чуть, чтобы он чуть-чуть стал румяный. Совсем чуть-чуть. Я сюда вывалю булгур. Ну вот, дорогие друзья, я засыпала теперь булгур. Видите, лук у меня светлый остался, я не стала его зарумянивать. Я вообще, когда я сейчас говорю жарко, это подразумевает, не жарко, прям жарко, а это подразумевает слегка, совсем слегка дочь светлого золотистого цвета. И вот сейчас я положила булгур, и, наверное, минут 5, постоянно помешивая, я буду его готовить, а потом залью водой, добавлю туда индейку, буду готовить, а потом уже в конце добавлю овощи. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите, какая красота получилась, да? У меня получилась самая натуральная гавайская смесь. Я рецепт напишу, я налила 600 миллилитров воды. Сначала 500 наливала, и потом показалось мало, еще добавляла 100. Посмотрите, да, какая красота. Это абсолютно моя мультиеда. То есть она легкая, полезная, разнообразная, быстро готовящаяся. Мне нравится, дорогие друзья, готовить вот в этом казане, потому что он такой большой, удобный. Это казан на 5 литров. И почему мне в нем нравится? Потому что очень удобно мешать. Я в маленьком казане готовлю, когда мне нужна небольшая порция. Знаете, так иногда захочется в охотку. Я готовлю в казане, но, конечно, главное его преимущество. Сначала можно обжарить, а потом уже залить водой и варить. Это очень удобно. Эти казаны облегчили мне жизнь. Когда все это проварилось 20 минут, я добавила туда разом все овощи. То есть замороженный сладкий перец болгарский, который я летом замораживала. Замороженный горошек и замороженную кукурузу. И еще, дорогие друзья, я решила добавить морковь, порезанную кубиками. Потому что от вчерашней готовки у меня осталась такая добрая половина толстой морковки. Я решила, ну не пропадать же. Я, кстати, так часто делаю. Потому что моя система мультиеды, она как раз это приветствует. Пара слов о гавайской смеси. Вот сначала давно я ее покупала в магазинах в замороженном виде в таких пакетиках. И мне она очень нравилась. Но она была, конечно, дорогой. И тогда мне пришла в голову совершенно гениальная мысль. И я летом стала сама готовить и замораживать ее впрок. Я отваривала рис до полуготовности. Резала красный болгарский перец. И покупала, кстати, это было трудно найти в магазинах, замороженную кукурузу. Именно замороженную. И замороженный зеленый горошек. Все это потом я смешивала в огромном таком тазу. И расфасовывала по пакетам порционно. Ну так на 2-3 порции имеется в виду. И замораживала в морозилке. Так мне было гораздо удобнее и дешевле. Какие специи я положила в мою сегодняшнюю гавайскую смесь? Ну, во-первых, новый соевый соус с аминокислотами. Вот он. Вот он мой соус. Так издали покажу. А еще чеснок, перец и немного сушеного имбиря. Масло канола для меня совершенно необычное и непривычное. Начнем с его названия. Канола это сокращенное. Потому что ученые из Канады разработали пищевую версию рапса путем скрещивания растений. И оно содержит питательные вещества, безопасные для человека. Дорогие друзья, часто общество обсуждает вопросы ГМО. Я к ГМО отношусь положительно. Потому что благодаря ГМО мы с вами едим не дички, яблоки такие кисло-горькие, которые есть невозможно. А вкусные, красные, сочные. Благодаря ГМО сейчас картошку не поражает колорадский жук. И мы с вами можем ее есть. Я помню, когда я училась в совсем младших классах, нас водили на ВДНХ. И там недалеко от входа, огороженные таким полисадничком, были деревья необычные. Там на груши были яблоки привиты. Ну что-то такое совершенно необычное. Это была фантастика. Это был прорыв. Поэтому к ГМО я отношусь нормально, дорогие друзья. Мы этим ГМО уже лет 70-80 питаемся. И пока еще живо. И с момента создания вот этого масла канола селекционера за эти годы создали много сортов, улучшив качество семян. Чем же отличается масло канола от других маселок? К чему его рекомендуют? Оно отличается высокой точкой дымления. То есть не на каждом масле можно жарить. А на масле канола можно. Потому что оно выдерживает температуру плюс 235 градусов Цельсия. А также в нем есть полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3,6,9, витамины Е, витамины К. Я, дорогие друзья, раньше никогда это масло не пробовала. Но много о нем читала. Что вот его для жарки лучше использовать. И поэтому сегодня опять очередной эксперимент. Когда я пробую впервые какой-то продукт, я его пробую в чистом виде. Сначала я обнюхала это масло. У него запаха нет. То есть ничем оно не пахнет. И это для меня очень хорошо. Потому что, честно говоря, я опасалась. Будет какой-нибудь такой незнакомый, неприятный запах и мне не подойдет. Нет, запаха у этого конкретно масла никакого нет. Потом я налила себе его в ложечку и попробовала. У него и вкуса практически нет. Есть какой-то такой легкий травяной. Очень-очень незначительный привкус. Но это именно если его с пристрастием тестировать. А так вы бы и не определили, это ли масло или рафинированное подсолнечное. И я решила его оставить в моей готовке. Тоже поставила в холодильник на кухне. И теперь буду его использовать по его прямому назначению. То есть когда мне что-то нужно будет пожарить. А вы, дорогие друзья, вы используете это масло канола? Напишите, как вы его еще используете. Может, я тоже перейму. Итак, рецепт моей гавайской смеси из булгура с индейкой. 150 грамм лука 45 килокалорий. 200 грамм сухого булгура 700 килокалорий. 10 грамм масла 90 килокалорий. 340 грамм сырой грудки индейки 306 килокалорий. 260 грамм болгарского перца 78 килокалорий. 130 грамм консервированной кукурузы 65 килокалорий. И 110 грамм замороженного зеленого горошка 77 килокалорий. И специи у меня это чеснок, сушеный имбирь, гавайская красная соль и перец. И 600 миллилитров воды. Сначала я налила 500, но потом увидела, что суховато не хватает воды. Я долила еще 100. Такие вещи только методом тыка можно определить. Калорийность у меня получилась 77 килокалорий на 100 грамм. Вот посмотрите, дорогие друзья. Казалось бы, да, здесь булгур, это зерновая культура. Калорийность 350 килокалорий. Ну, в сухом виде, конечно. Но на выходе, вот эта калорийность гавайской смеси всего 77 килокалорий. Не просто гавайской смеси, я подчеркну, а с мясной составляющей, с белковой, то есть с индейкой. 77 килокалорий. И поэтому моя сегодняшняя порция, это 500 грамм гавайской смеси с индейкой, это 385 килокалорий. И я налью 10 грамм вот этого нового соевого соуса с аминокислотами. Это еще 10 килокалорий. Итого 395 килокалорий мой сегодняшний обед. Дорогие друзья, пару слов о новом соусе. Я, разумеется, его сразу попробовала, прежде чем его куда-то наливать. Я его, кстати, еще не наливала. Я сейчас возьму ложечку и полью себе немного, а может быть разбавлю водой. Что хочу сказать по поводу этого соуса. Он очень душистый, но это не удивительно, это же натуральный соус. Он очень-очень похож на соевый соус, вот обычный, привычный нам. Но он его гораздо соленее, поэтому его надо меньше. И я читала в комментариях, что люди его разбавляют водой. Я, знаете, хотела еще показать. Производитель это учел и сделал вот такую маленькую дырочку, как показать. Сейчас я резко сделаю. Видите, вот здесь такая дырочка маленькая. И через нее наливать, чтобы вы случайно не ливанули в блюдо много соуса по нечаянности. И знаете, у этой фирмы есть вот этот вот соевый соус с аминокислотами в другой расфасовке. Это маленький такой пузырек с распылителем, то есть с разбрызгивателем-пульверизатором. Я считаю, что это очень удобно. И я себе такой пузырек обязательно куплю. А когда я его использую, тогда я буду вот из этого большого в него переливать. Потому что на самом деле, когда вам надо, допустим, в какой-то салат или в еду добавить, и достаточно одного пшика вот этого. То есть не нужно заморачиваться, и поверхность большая он охватит. То есть я довольна этим соусом. И я теперь вижу, что мне его хватит в два раза дольше, чем обычного соевого соуса из-за его солености. И еще, дорогие друзья, я сегодня хотела затронуть одну тему о целесообразности ежедневного взвешивания. Этот вопрос сегодня всплыл у меня при разговоре с подругой. Что я хочу сказать по этому поводу? Во-первых, когда вы видите цифру на весах, она показывает не только вес тела, жира, мышц, костей, объема крови, но и то, насколько забит едой ваш желудок и кишечник. И, допустим, ели ли вы соленое накануне, и сколько жидкости вы выпили, и она впиталась в ваше тело. А задержка жидкости в организме, в свою очередь, зависит не только от количества соли, но и от количества углеводов. Углеводы тоже задерживают воду в нашем организме. И, конечно, мы обязаны учитывать фазы Луны. В полнолуние и два ближайшие дня около него жидкость в организме всегда задерживается. С течением времени, дорогие друзья, я пришла к выводу, что к ежедневному взвешиванию должен быть индивидуальный подход. Здесь не может быть единых рекомендаций. Потому что, например, для людей спортивных или для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни, чаще всего это люди стройные или совсем с небольшим избытком массы тела. Вот для них ежедневное взвешивание полезно. Такие люди не впадают в панику при небольшом привесе, а тут же принимают меры, чтобы мгновенно его согнать. И для них вот эта прибавка, особенно немотивированная, это всего лишь навсего рабочий момент. И знаете, вот я всегда по-хорошему завидовала этим людям. Но есть другой сорт людей. Это такие люди, как я и, например, моя подруга, которые при частом взвешивании испытывают психологические проблемы. Вернее, не от самих весов, а от увиденного результата. Когда мы видим отвес, мы прыгаем до потолка, благодарим эти чудесные весы. И у нас в такой день отличное настроение. Если же мы видим привес, то впадаем в уныние. И уже наш день с утра испорчен. И мы ругаем весы, ну и, конечно, ругаем себя. То есть показания весов отныне формируют наше настроение. И не просто настроение, дорогие друзья. Привес и вот это последующее ругание себя приводит к снижению самооценки. А это приводит, в свою очередь, к хроническому стрессу, который, в свою очередь, приводит к заеданию этого несчастья, то есть этой проблемы. То есть получению недополученных эндорфинов из еды. А это уже опять, в свою очередь, приводит к набору веса. Я знаю, о чём я говорю, дорогие друзья. Сколько раз за это время меня сносило в зажор с диетой после взвешивания. И не сосчитать. Встану, бывало, на весы, а там большой отвес. Радость-то какая! И я от переполнения эмоциями начинала есть. Встану на весы, вдруг гореть, а там привес. Да ещё и необоснованный. А я ведь сидела на диете, ничего не нарушала. Ждала заслуженный отвес, а там бац и привес. Как же так? Какая несправедливость! Это очень обидно. А раз так, обожруся и помру молодой. И это, дорогие друзья, отличная причина для зажора. Меня ни за что, ни про что обидели. Многие люди, вот так как я, зависят от весов, вернее, от их показаний. Поэтому я просчитала, что лично мне, когда я на диете, лучше взвешиваться раз в неделю или раз в 10 дней. Я видела, что, несмотря на то, что я ежедневно ела одно и то же, на одинаковую калорийность, мой вес то весело падал, то вдруг замирал на месте. И иногда это длилось по 5-7 дней. А бывало ни с того, ни с сего, вот на ровном месте взлетал вверх. Но если я не нарушала, я обратила внимание, что за 10 дней всегда был отвес. Он мог быть небольшой, если было плато, допустим, несколько дней. Но я его не видела, это плато. А отвес я видела всегда. И я стала тогда взвешиваться 3-4 раза в месяц. И с того самого момента, из неудачника, у которого бывают привесы и плато, я превратилась в молодца, у которого всегда отвесы. То есть я превратилась в удачника. А вот эти победы постоянные вселяют уверенность в свои силы и, разумеется, повышают самооценку. И когда встаешь на весы, уже не боишься. То есть из жизни уходит вот это ненужное напряжение и страх, вот это волнение перед весами. Когда я взвешивалась раз в 10 дней, я шла на весы с радостью, потому что у меня не было сомнений. Я же ничего не нарушала, я точно увижу отвес. В нашей теперешней жизни и так полно горя, бед, каких-то неприятностей, нервов, чтобы еще добавлять себе стресс из-за каких-то там весов, вернее, из-за какого-то там взвешивания. И я считаю, что у каждого человека свой путь, свой выбор в этом вопросе. И выбрать свой собственный график взвешивания, комфортного взвешивания, я считаю, можно только способом проб и ошибок. И, конечно, у меня к вам вопрос, дорогие друзья. А с какой частотой вы взвешиваетесь именно когда вы на диете? Не в обычной жизни, когда вы там поддерживаете вес или вообще не худеете, а просто наблюдаете за весом, а именно на диете. Какая частота взвешивания вам комфортнее, дорогие друзья? Напишите, это любопытно. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация, с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока!